Платить за въезд к морю на лонжероне больше не нужно. Автомобилисты свободно ставят свои авто прямо у побережья. Одесситы говорят, что в будние дни мест предостаточно, а вот на выходных место приходится долго поискать. Мы прошли по нескольким парковочным карманам у побережья. Ожидали увидеть очереди из машин не только на парковках, но и вдоль дороги. Оказалось, бесплатный проезд никак не повлиял на автомобильный поток. Свободных мест действительно много. Между тем водители по привычке ищут в карманах деньги и останавливаются там, где раньше был шокбаум. Такая же ситуация наблюдается и на 13-й станции Большого фонтана. Раньше, чтобы проехать к морю, нужно было выложить полсотни гривен. Если время стоянки не превышало 15 минут, оператор якобы возвращал водителю деньги. Но это только на словах, но не на деле. Один из автомобилистов говорит, что время на чеки не совпадало с реальным. Чеки выдавались с временем, которое не соответствует данному. То есть я вот работаю по своей специфике работы. На 15 минут заезжаю, посмотрю, у меня время там 2 часа ранее. Мне говорят, что деньги не возвращаем. Отдыхающие в один голос хвалят активистов, которые демонтировали ненавистные шокбаумы. Вопреки этому, на выходных, говорят, ситуация была патовая. Паркуют машины с двух сторон, это никто не контролирует. Потом пробка такая, выбраться отсюда, ну, нереально. Вот так вот, по 2-3 часа подниматься с моря, это тяжело. Полиции тоже обратили внимание на произошедшие изменения. Оперативники расследуют как установку, так и снос шокбаумов. Копов интересует, на каком основании появились препятствия и кто на них на самом деле зарабатывает. Кроме того, начальник облполиции Олег Бех не согласен с методами борьбы. В правовом государстве, говорит, все должно происходить законно. Оценка будет надана и особам, которые занимались с несением, и особам, которые расшелали законно, или нет, вказанное шокбу. У нас, все же правовая держава, есть соответствующие законные решения, когда есть позывная заявка до суду, принятие решений судом, и законная служба, которая принимает законные решения, что до реконструкции того или иного объекта. Напомню, на этой неделе на лонжероне 13-й станции группа крепких мужчин снесли автоматические препятствия. В демонтаже второй год подряд участвовал нардеп Артем Дмитрук.